Библейский портал экзегет.ру представляет Сейчас мы его прочитаем с небольшими комментариями Итак, царь Кир Персидский отправляет израильтян, тех, кто пожелает, тех, кто готов к этому На их родину из Вавилонии для того, чтобы они восстановили храм И приносили в нем жертвы и молились о благополучии Персидской державы, новой мировой державы Местным жителям, как мы читали в предыдущей пятой главе, эта идея совсем не нравится Потому что они боятся усиления иудеев, они считают эту страну уже своей А тут пришли какие-то чужаки, начинают наводить свои порядки Кому же это нравится, они пишут Персидскому царю Это мятежный город, он в древности был независимым Ты что, хочешь, чтобы они опять восстали, отложились от себя Давай прекратим все это немедленно И царь соглашается с такой трактовкой, соответственно, издает указ о запрете строительства Пятая глава о том, как иудеи пытаются с этим справиться Но пророк Агей, пророк Захария, сыны до пророчествовали во имя Бога Израилева иудеям, жившим в Иерусалиме, иудеи о них самих Тогда зарубавили сын Шалтели, вместе с Ешу, сыном их от Садака, снова приняли за строительство Божьего храма в Иерусалиме А в поддержку им были Божьи пророки Смотрите, царь разрешил, потом другой царь запретил Пришли с указом царя, сказали, все, прекратите нам тут Прекратили, все, уже никто ничего не строит Но как только те ушли, строим заново Вот такая тактика, да, то пытаться договориться с царем Если это получается прекрасно, если это не получается, ну потихонечку То есть вот не всегда нужна прямая лобовая конфронтация Иногда проще делать какие-то вещи тихо, мирно, ни с кем не враждуя Но не особо слушая то, что тебя запрещают Если ты знаешь, что это нужно сделать А что помогает израильтянам принять такое решение? Пророки, те, кто от имени Бога им напоминают, это делать нужно Тогда к ним пришел наместник заречия Таттенай и Шетар Бузенай с сотоварищами Ну то есть местная персидская администрация, не иудеи Заречь им называлась провинция, которая довольно большая Которая лежала к востоку Ефрата И спросили их, кто это повелел вам достраивать этот храм и возводить эти стены? Еще не потребовали назвать имена тех людей, что были заняты строительством Но Господь милостью взирал на старейшин иудейских Так что те не стали им препятствовать Отправили послание царю Дарью и стали дождаться ответа по этому делу Вот смотрите, сменились и наместник, и царь Вот при другом начале, что по-другому идет Но главное не конфликтовать Вот иудеи всячески избегают конфликтов Но при этом гнут четко свою линию Вот список с послания, которые отправили царю Дарью Наместник Заречья Таттенаеш и Тарбузенес Сотоварищами, чиновниками Заречья Донесение, которое они ему отправили, буквально гласило Царю Дарью, мир и благополучие во всем Да будет ведомо царю, что мы посетили в области Иудея Храм великого бога Этот храм строят заново Кладут тесаны и камни, перекрывают стены деревянными балками И работа у них спорится, все получается Мы расспросили тех старейшин, сказали им Кто это повелел вам достраивать этот храм и возводить эти стены? А кроме того, мы узнали их имена, чтобы переписать имена тех иерусалимских предводителей И возвестить их тебе И вот как они ответили нам Мы служители бога небес и земли И мы восстанавливаем храм, построенный на этом месте много лет назад Его создание завершил великий израильский царь Идет, конечно, речь о Соломоне и его первом храме Но отцы наши прогневали бога небесного Вот очень важный момент Не злые вавилонии не пришли и все разрушили Отцы наши прогневали бога небесного Все было справедливо, хотя и неприятно Прогневали бога небесного И он предал их в руки вавилонского царя Халдейного Ходоносора Который разрушил этот храм, а народ выселил в Вавилон А в первый год правления в Вавилоне царя Кира Издал царь Кир указ о восстановлении этого храма Также золотую и серебряную храмовую утварь Которая была захвачена на уходоносором в Иерусалиме И привезена в Вавилон Царь Кир велел вынести из вавилонского храма И отдать Шашбацару Это имя поставленного им наместника А ему он велел взять эту утварь И поместить ее в Иерусалимском святилище И отстроит на прежнем месте Божий храм И тогда этот Шашбацар отправился в Иерусалим И заложил там основание Божьего храма И с тех пор его и строят, но еще не закончили работы Вот они просто излагают историю Не пытаются никого обвинять Обратите внимание, их обвиняют А они просто говорят, а мы делаем то, то и то Ответственности с себя не снимают Не обвиняют даже вавилонин Которые разрушили предыдущий храм Что было проще, чем написать О царь персов, какие хорошие вы персы До вас были гадкие вавилонин И они все разрушили А при вас мы все восстановим Спасибо вам большое Не нужно никакой грубой лести Вот просто человек и община И народ занимаются своим делом И спокойно и внятно объясняют Как и почему они его делают Если это угодно царю Пусть поищут среди записей В царской сокровищнице вавилонии Издавал ли царь Кир указ Чтобы восстановить этот Божий храм в Иерусалиме И тогда царь сможет послать нам На этот счет указания Вот ссылка на прецедент И дальше в шестой главе Эта история, конечно, будет продолжена Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...